Президент России Владимир Путин объявил о смягчении пенсионной реформы. Власти намерены снизить возраст выхода на пенсию для женщин с 63 лет, как было в изначальном проекте, до 60 лет. Кроме того, сохранятся все льготы для лиц, достигших ненынешнего пенсионного возраста. Для россиян, которые начали работать рано, сохранится возможность выйти на пенсию не только по возрасту, но и с учетом заработанного стажа. В бюджете есть ресурсы для пополнения пенсионного фонда. Мы как минимум в ближайшие 7-10 лет сможем продолжать индексировать пенсии в установленные сроки. Но ведь мы знаем, что постепенно наступит время, когда для индексации пенсии у государства не будет хватать средств. А затем и сама регулярная выплата пенсии может стать проблемой, как это уже и было в 90-е. Смотрите, еще в 2005 году соотношение работающих граждан, за которых регулярно выплачиваются взносы в пенсионный фонд, и граждан, получающих страховую пенсию по старости, у нас составляло почти 1,7 к 1. А в 2019 году оно составит уже 1,2 к 1, то есть практически 1 к 1. И если не предпринимать никаких мер, то мы не сможем сохранить доходы пенсионной системы, а значит и доходы сегодняшних и будущих пенсионеров. Необходимость изменений связана в первую очередь с потребностью повышения пенсионных выплат, которые благодаря реформе теперь будут расти примерно на 1000 рублей в год. Также президент России предложил оформить гражданам, которые в ближайшие два года планировали выйти на пенсию, особую льготу – выйти на пенсию на 6 месяцев раньше нового пенсионного возраста. Дорогие друзья, всё, о чём я только что сказал, объективный, но всё же достаточно сухой анализ ситуации, что безусловно важно, но не менее важно чувствовать и учитывать, что за предлагаемыми изменениями стоят жизненные интересы, планы сотен тысяч, миллионов людей. Кто-то уже думает уйти на заслуженный отдых, посвятить больше времени семье, детям, внукам. Кто-то планирует продолжать трудиться и рассчитывает на пенсию как на дополнительные подспорья и имеет на это право, конечно. И вдруг такие перспективы отдаляются. Естественно, всё это воспринимается многими людьми болезненно. Я хорошо это понимаю и разделяю эту озабоченность. Но давайте посмотрим, какие у нас есть варианты. Смириться с низкими доходами пенсионеров и ждать, когда пенсионная система затрещит и окончательно развалится? Переложить непопулярные, но необходимые решения на плечи следующего поколения? Или понимая, что ждёт страну через 15-20 лет, учитывая реальную ситуацию, действовать? Повторю, изменения в пенсионной системе, тем более связанные с повышением возраста, возраста выхода на пенсию, волнуют, тревожат людей. И естественно, что все политические силы, прежде всего, конечно, оппозиционные, будут использовать эту ситуацию для саморекламы и укрепления своих позиций. Это неизбежные издержки политического процесса в любом демократическом обществе. И тем не менее, я просил правительства самым серьёзным образом изучить и использовать все прозвучавшие конструктивные предложения, в том числе и от оппозиции. Мы должны развиваться, должны преодолеть бедность, обеспечить достойную жизнь для людей старшего поколения, и сегодняшних, и будущих пенсионеров. Предложения, о которых сегодня говорил, будут оформлены в качестве поправок и в кратчайшие сроки внесены в Государственную Думу. Дорогие друзья, я предельно объективно, подробно и абсолютно искренне доложил вам о сегодняшнем состоянии и о предложениях по устойчивому развитию пенсионной системы в нашей стране. Ещё раз подчеркну, нам предстоит принять трудное, непростое, но необходимое решение. Прошу вас отнестись к этому с пониманием.